Наша крыша небо голубое. В реальной жизни эти строки из советского мультфильма лишены всякой романтики. По официальным данным, порядка 600 человек в республике ведут скитальческий образ жизни. Однако точное число граждан, не имеющих определенного места жительства в Беларуси, назвать не может никто. В ходе проводимых рейдов сотрудники Барановичского ГУВД ставят бездомных на учет и вносят в базу данных их отпечатки пальцев. В предоставлении в Барановичский ГУВД у таких лиц отбираются биологические образцы, также такие лица дактилоскопируются. Либо, если они уже дактилоскопировались, просто проверяются по учетам, что информация о них содержится у нас в базе данных. Это необходимо для того, чтобы впоследствии, возможно, когда где-то люди эти попадают и в больницу, где-то впоследствии обнаруживается неустановленная труппа, для того, чтобы установить личность человека, подтвердить ее, скажем, и сообщить родственникам, если таковые имеются. Обязательным пунктом во время проведения таких профилактических мероприятий становится посещение туберкулезного диспансера, куда в ходе каждой проверки сотрудники ГУВД привозят до 20 бездомных. Многие из них – носители педикулеза и чесотки, венерических заболеваний, а также туберкулеза. За медицинской помощью бомжи обращаются редко и в самых критических ситуациях. Осмотры, дезинфекция и рентген – тот обязательный минимум, который сотрудники туб-диспансера совершают в ходе профилактических мероприятий. Мы работаем в тесном контакте с органами ГУВД, которые разыскивают этих лиц данных и доставляют сюда для обследования к нам в диспансер. Здесь мы им делаем рентген, проводим саннообработку. При необходимости кожных болезней проводим обработку. И в дальнейшем, в случае выремения туберкулеза, более углубленное обследование проводим и направляем на лечение. Мероприятие такого рода проводится несколько раз в году и зачастую в зимний период. С наступлением холодов риск получения травм и обморожений среди этой категории граждан резко возрастает. И поэтому зимой им как никогда необходима помощь в виде продуктов питания и теплых вещей. Собственно, именно с этой целью всякий раз к участию в проведении рейдов привлекаются волонтеры Белорусского общества Красного Креста, которые оказывают бездомным посильную гуманитарную помощь, предлагают чистую одежду, предметы гигиены, витамины и продукты питания. Каждый год вместе с сотрудниками ГОВД Барановская организация Белорусского общества Красного Креста проводит акцию «Бомж». Целью нашей акции является оказать помощь людям без определенного места жительства, теплой одеждой и продуктами быстрого приготовления. В этом году вся целевая группа получит набор быстрого приготовления и теплой одежды в виде теплых носков, шапки, шарф и варежки. В советские времена с бродяжничеством пытались покончить карательными мерами. До 1992 года за это даже предусматривалась уголовная ответственность. Сегодня ведение такого образа жизни уголовно ненаказуемо, а поэтому и назвать точное число белорусских бездомных очень сложно. Министерство соцзащиты предоставляет цифру среднегодового учета согласно данным территориальных центров, а ГУВД фиксирует лиц без определенного места жительства в случае противоправных действий или во время специальных мероприятий. В документах переписи населения, помимо бездомных, которые учитываются в отдельной графе, отдельно числятся те, кто считает своим домом нежилые помещения. В Беларуси таких людей чуть более тысячи. Еще четыре тысячи живут в иных жилых помещениях – вагонах, сараях, гаражах. В нашем городе местонахождение бездомных органы милиции сообщают сотрудники различных инстанций, в том числе работники ЖЭСов и сами горожане. Сказать точное количество на сегодняшний день, сколько находится таких лиц на территории города Барановича невозможно, так как не имея постоянного места жительства, они по территории даже в области либо республике могут передвигаться. Учитывая то, что город Баранович является крупным железнодорожным узлом, автотранспортные магистрали проходят, то, соответственно, они имеют возможность где-то постоянно передвигаться. С недавних пор проблему бездомных призваны решать так называемые ночлежные дома, которые все чаще появляются в крупных городах. Сегодня дом ночного пребывания для социально уязвимых групп населения создан в Минске, Гродно, Витебске, Орше, Могилеве и Бобруйске. Есть такое место и в нашем городе. Помимо предоставления места для ночлега, обратившимся людям здесь помогают трудоустроиться. Правда, услугами так называемой ночлежки пользуются немногие бездомные. Лишь самые сильные морозы могут заставить их ночевать в приюте. Эти люди особо не идут на контакт. Рассказать свою историю соглашается только один мужчина, представляющийся Константином. Жизнь у него пошла под откос, когда жена с дочерью из Беларуси уехали на родину в Ригу. Коттедж под Витебском, в котором жила тогда семья, был продан. Деньги, вырученные за него, вскоре обесценились. Затем Константин перенес несколько операций на новую руку, что в дальнейшем сказалось на его трудоустройстве. Мужчина и представить себе не мог, что такого может с ним произойти. Ведь молодые годы его прошли довольно неплохо. После девятого класса грузчиком столовой на автоагрегатах, ну и в 16 лет поступил в мореходку. В 17 лет пошел первый рейс в море, только исполнил 17 лет. И принял присягу в 17 лет, первую. В 19 лет я уже принял вторую присягу, офицерскую, в Болдерае, на военных сборах. Ну и все. И в 20 лет пошел штурманом. Сразу прошел Панамский канал, в Тихий океан. И 172 суток в Тихом океане. Ну еще курсантом там, в Шторма побывал. Ну в Тихий океан 20 лет первый рейс. Ну так в 24 года уже стал лучшим штурманом базы. Вопреки распространенному мнению, без крыши над головой большинство этих людей остались по вине близких родственников, друзей и своей собственной инициативе. В случае черного риэлторства в Беларуси фиксируется не так часто, как в соседних России и Украине. А вот утрата социальных связей, притупление чувства долга и стыда при злоупотреблении спиртным часто становится той причиной, которая гонит человека из дома. Несмотря на то, что большая часть бездомных – люди, добровольно опустившиеся на дно общества, чаще всего из-за злоупотребления спиртным и наркотиками, есть среди бомжей те, кто целенаправленно выбирает такой образ жизни. Как правило, из провинции бомжи перебираются в Минск, ведь здесь проще затеряться и больше возможностей выжить. Субтитры создавал DimaTorzok